Кафедра ветеринарной микробиологии инфекционных и инвазионных болезней Института ветеринарной медицины и биотехнологии Омского ГАО представляет Учебный слайд-видеофильм Сирологический метод исследования Реакция антиген-антитела Фильм предназначен для студентов 4 курса факультета ветеринарной медицины по специальности ветеринария Сирологический метод диагностики заключается в выявлении больных животных с помощью реакций, основанных на обнаружении в сыворотке крови специфических антител или установлений в исследуемом материале с помощью специфической сыворотки соответствующего антигена Особенности взаимодействия антитела с антигеном являются основой диагностических реакций в лабораториях Реакции инвитро между антигеном и антителом состоят из специфической и неспецифической фазы В специфическую фазу происходит быстрое специфическое связывание активного центра антитела с детерминантой антигена Неспецифическая фаза более медленная Она проявляется видимыми физическими явлениями Например, образованием хлопьев, феномена глютинации или прецепитата в виде помутнения Эта фаза требует наличия определенных условий электролитов, оптимального ПАЖ и т.д. С этой целью применяют сирологические методы то есть методы изучения антител и антигенов с помощью реакций антиген-антитела определяемых в сыворотке крови При выделении микроба от больного проводят идентификацию возбудителя путем изучения его антигенных свойств с помощью иммунных диагностических сывороток то есть сывороток крови гипериммунизированных животных содержащих специфические антитела Это так называемая сирологическая идентификация микроорганизмов Реакция аглютинации РА Если необходимо определить возбудитель выделенный от больного ставят ориентировочную реакцию агглютинации применяя диагностические антитела агглютинирующие сыворотки Капли диагностической агглютинирующей сыворотки в разведении 1 на 10 или 1 на 20 добавляют чистую культуру возбудителя выделенного от больного Рядом ставят контроль Вместо сыворотки наносят каплю раствора натрия хлорида При появлении в капле с сывороткой и микробами хлопевидного осадка ставят развернутую реакцию агглютинации в пробирках с увеличивающимися разведениями агглютинирующей сыворотки которым добавляют по 2-3 капли взвеси возбудителя Реакция агглютинации основана на специфическом взаимодействии антител агглютининов с целыми микробными клетками или другими клетками содержащими антиген В результате такого взаимодействия образуются частицы, аггломераты, выпадающие в осадок Агглютинат Реакция агглютинации пластинчатым методом Росбенгал проба Взвесь бруцел, окрашенных розовым бенгальским красителем Это антиген И тестируемая сыворотка В любой реакции агглютинации участвуют два компонента Антитела, агглютинин, содержащийся в сыворотке крови И антиген, агглютиноген Взвесь живых или убитых микроорганизмов возбудителя болезни Антиген для РА может быть обычной взвесью живой 18-24 часовой культурой в физиологическом растворе Или микробные клетки, убитые формалином, спиртом, прогреванием Кроме того, для агглютинации микроорганизмов реакции Необходим третий компонент Электролит, которым часто служит физиологический раствор Реакции, которые ставятся с неразведенной сывороткой кровью Чаще всего пластинчатым методом Позволяют определить Либо наличие специфических антител Либо их отсутствие Пробирочным способом удается определить концентрацию специфических антител Что дает основание говорить либо о тяжести инфекционного процесса Происходящего в организме Либо о напряженной Концентрацию антител определяют путем постановки реакции агглютинации С последовательно разведенными, испытуемыми сыворотками Для исследования каждой испытуемой сыворотки крови требуется 5 пробирок В пробирках первого ряда делают основное разведение К разведениям сыворотки добавляют диагностику Взвесь убитых микробов Штативы с пробирками тщательно встряхивают И помещают на 16-20 часов в термостат при температуре 37-38 градусов Затем выдерживают при комнатной температуре в течение часа И производят учет реакции Реакцию ставят в пробирках Флоринского Для повышения производительности труда врача-сиролога Пробирки помещают в штатив Флоринского на 100 гнезд Реакцию учитывают по степени разведения По характеру просветления И по осадку Учет реакции начинают с контроля Реакция шла правильно Если в контроле с физиологическим раствором и нормальной сывороткой Получен отрицательный результат В пробирке с агглютинирующей сывороткой положительный Затитр антител принимают последнее разведение сыворотки В котором произошла агглютинация не менее чем на два креста Что соответствует количеству международных единиц антител В одном милиции Иммуно-адсоркционные методы В иммуно-адсоркционных методах диагностики Иммунологический компонент фиксирован на сравнительно крупном носителе И продукт реакции антиген плюс антитело Реакция пассивной непрямой гемагглютинации Это простой, ускоренный, чувствительный метод Идентификации бактерий и вирусов По чувствительности реакция превосходит общепринятый метод Кипирования вируса ящера в РСК В 8-16 раз Реакция непрямой гемагглютинации С эритроцитарным антительным диагностиком Сущность ее заключается в том Что нагруженные антителами эритроциты Агглютинируются при контакте с антигеном гомологичного типа При наличии в биопробе гомологичных антигенов Образующийся комплекс антиген плюс антитело Выпадает на дно лунки в виде зонтика По наличию специфических антител у переболевших Устанавливают ретроспективный диагноз Реакция латекс-агглютинации РЛА Реакция латекс-агглютинации Как РНГА, РПГА Основана на использовании частиц латекса С ацербированными на их поверхности антигенами Или антителами Взаимодействие которых Соответствующими антителами или антигенами Сыворотки крови больных Вызывает склеивание частиц латекса С антителами Реакцию латекс-агглютинации Ставят на пластинках Путем смешивания капли Исследуемого материала И капли диагностики Реакцию учитываю через 1-10 минут За рубежом производят наборы Для постановки латексной агглютинации Пластинчатым методом Реакция коагглютинации РКА В реакции коагглютинации В отличие от других антительных препаратов Эритроцит, латекс Используют стафилококковый носитель Стафилококус ауреус В простейшем варианте Реакция коагглютинации Ставится путем смешивания на стекле Равных объемов по 25 микролитров Испытуемого материала и диагностику РКА высокоэкономично В 65-250 раз дешевле других иммунологических методов Предельно проста в постановке Высокочувствительно Причем вполне доступна Самостоятельная подготовка Коагглютинирующих препаратов Необходимой специфичности Реакцию учитывают Чаще всего через 2-3 минуты После интенсивного перемешивания На темном фоне Иммунодиффузионные методы Иммунодиффузионные тесты Основаны на способности Растворимых антигенов При взаимодействии с гомологичными антителами Образовывать нерастворимые комплексы Антиген-антитела Реакция кольца прецепитации Реакцию проводят в узких Прецепитационных пробирках С иммунной сывороткой На которую аккуратно По стенке пробирки Наслаивают растворимый антиген Если в качестве антигенов В реакции кольца прецепитации Используют прокипяченные И профильтрованные Водные экстракты Органов или тканей То такая реакция Называется реакция термопрецепитации Это реакция осколи При сибирской язве При оптимальном соотношении Антигена и антител На границе этих двух растворов Образуется непрозрачное Дымчатое кольцо прецепитата Избыток антигена Не влияет на результат Реакции кольца прецепитации Вследствие постепенной Диффузии реагентов Границы жидкости Продолжение следует... Реакция термопрецепитации По осколе Основное назначение реакции Определение зараженности Различного животного сырья Кожа, шкуры, шерсть, щетина и т.д. А также объекты внешней среды Трупы людей и животных Даже разложившиеся Для постановки реакции Для постановки реакции осколи Готовят термопрецепитиноген Из исследуемого материала Который предварительно измельчают И заливают Десятикратным объемом Физиологического раствора Кипятят 5-10 минут Затем фильтруют Через бумажный фильтр Предварительно смоченный Физиологическим раствором До получения Прозрачного экстракта Реакцию ставят В прецепитационных пробирках В пробирку Вначале вносят Коммерческую Прецепитационную сыворотку В объеме 2-3 десятых миллилитра Затем по стенке пробирки Аккуратно вносят Наслаивают 2-3 десятых миллилитра Исследуемого экстракта В положительном случае На границе двух жидкостей В первые 5 минут Образуется мутно-белое кольцо Прецепитата Одновременно Ставят контроль С нормальной сывороткой Где прецепитация Должна отсутствовать Раньше эту реакцию Использовали для Прижизненной диагностики Кожной формы Сибирской язвы Термопрецепитиноген Готовили из трупа Покрывающего карбунку Но в настоящее время Для этой цели Реакцию осколи Почти не применяют Реакция диффузной Прецепитации РДП В реакции диффузной Прецепитации Используют Агаровую среду Сыворотки От переболевших животных Антиген Из очищенного И концентрированного Лапинизированного Вируса Для контроля Используют Типоспецифические Сыворотки Прецепитация Или осаждение Иммунных комплексов Происходит Вследствие Взаимодействия Антител С растворимыми Антигенами В результате Происходит Их агрегация Что проявляется В помутнении Прозрачных Жидкостей Или Выпадении Осадка Прецепитата Прецепитация Прецепитация В случае обнаружения В сыворотках Прецепитирующих Антител К двум И более Типам Вирус Относят К тому Типу С антигеном Которого Испытуемые Сыворотки Дают Наибольший Процент Положительных Реакций Реакция Радиальной Иммунодиффузии По Мончине Сущность Реакции Заключается В том Что Антиген Диффундирует В гель И Соединившись Со Специфическими Антителами Формирует Кольца Прецепитации Диаметры Которых Зависят От концентрации Антигена В лунках Полученные Результаты Используют Для построения Калибровочной Кривой Выражающей Зависимость Диаметров Прецепитатов От Концентрации Антигена В Исследуемых Растворах Антитела Обнаруженные В Испытуемой Пробе Сыворотки Относят К тому Сиротипу С антигеном Которого Они дали Положительную Реакцию Реакция Является Типоспецифичной Позволяет Провести Исследование По типированию И количественному Определению Постинфекционных И Поствакциональных Антител Встречный Встречный Иммуноэлектрофорез Встречный Иммуноэлектрофорез Может быть С успехом Использован Для Серотипирования Вируса Ящуров Чувствительность Его Такая же Как и Реакции Диффузной Прецепитации Принцип Встречного Иммуноэлектрофореза Заключается В одновременном Движении В геле Навстречу Друг Друг Антигенов И Антител Под действием Электрического Тока Учет результатов Встречного Иммуноэлектрофореза Производится Через полтора Часа Тогда как Реакция Иммунодиффузии Требует Не менее 24 Часов Реакции С участием Комплимента Реакция Связывания Комплимента Реакцию Связывания Комплимента Ставят Ставят В объеме 1 или Полмиллилитра Одновременно С главным Опытом По определению Типов Вируса Ящера Ставят Контроль Ящерных Компонентов Участвующих В реакции Антигенное Родство Более 70% Свидетельствует О том Что штаммы По антигенным Свойствам Идентичны Друг К другу И относятся К одному И тому же Тип От 10 До 70 Процентов Относятся К различным Типам Подтипов Менее 10 Процентов К различным Типам Механизм Реакции Связывания Комплимента РСК Проводят В две Фазы Первая Фаза Инкубация Смеси Содержащей Три Компонента Антиген Антитело И Комплимент В две Пробирки Разливают Инактивированную И разведенную 1 к 5 Испытуемую Сыворотку В первую Пробирку Приливают Антиген Во вторую Физиологический Раствор Во все Пробирки Добавляют Рабочую Дозу Комплимента Комплимента После Смешивания Ингредиентов Штатив С пробирками Помещают В водяную Баню При 37 Грац На 60 Минут Горячее Связывание Вторая Фаза Индикаторная Выявление В смеси Свободного Комплимента Путем Добавления К ней Гемолитической Системы Состоящей Из Эритроцитов Барана И Гемолитической Сыворотки Содержащей Антитела К эритроцитам После Выдерживания В водяной Баней Во все Пробирки Добавляют Гемолитическую Систему И Вновь Пробирки Помещают В водяную Баню При 37 Градусах На 20 Минут После Чего Производят Предварительную Регистрацию Результатов В первой Фазе Реакции При Образовании Комплекса Антиген Антитела Происходит Связывание Им Комплимента И Тогда Во второй Фазе Гемолит Сенсибилизированных Антителами Эритроцитов Не Происходит Реакция Положительная В Пробирках В Которых Отмечают Частичный Гемолит Реакцию Признают Сомнительной В Пробирке Гемолиза Эритроцитов Нет Реакция Положительная Если Антигены Антитела Не Соответствуют Друг Другу Комплимент Остается Свободным И Во второй Фазе Присоединится К Комплексу Эритроцит Плюс Эритроцитарное Антитело Вызывая Гемолиз Реакция Отрицательная В Пробирке Гемолиз Эритроцитов Реакция Отрицательная Первый Учет Реакции Проводят Сразу После Водяной Баре Окончательный Через 18 Часов После Выдерживания Пробирок При Температуре 12-18 Градусов Предельным Титром Сыворотки Считают Наивысшее Ее Разведение Дающее С антигеном Гомологичного Штамма Полную Задержку Гемолиза Эритроцитов Антиген Относят К тому Варианту Сывороткой Которого Он дает Положительную РСК В более Высоких Разведениях Реакция Непрямого Связывания Комплимента РНСК Реакцию Применяют Для обнаружения Ингибиторных То есть Неполных Антител Эти Антитела Отличаются Высокой Овидностью Они Формируют Комплекс Антиген Антитела Не Ацербирующий Комплимент Связывая С антигеном Быстрее Полных Антител Они Блокируют Его Данная Реакция Применяется Для определения Типов Вирусов Ящера По Сывороткам Переболевших Животных А также Для обнаружения Постинфекционных И Поствакциональных Антител Реакция Нейтрализации В культуре Клеток Для Постановки Реакции Нейтрализации Необходимо Иметь 24 Пробирки Культуры Клеток Отсутствие Цитопатогенного Действия В пробирках В которые Внесена Смесь Вируса С сывороткой При Четко Выраженном Цитопатогенном Действии В контрольных Пробирках Указывает На наличие В исследуемой Сыворотки Антител Против Данного Типа Вируса Ящура При Определении В культуре Клеток Типа Вируса Ящура Его Относят К тому Типу Сыворотка Против Которого Предотвращает Цитопатогенное Действие Специфичность Цитопатогенного Действия Можно Установить Путем Исследования ВРСК Культуральной Жидкости Полученной Из пробирок С выраженным Цитопатогенным Действием Реакция Серозащиты На мышатах Сосунах Используется Для Определения Типа Вируса Ящура По Сывороткам Животных Реконволюсцентов Для Постановки Реакции Используют Эталонные Адаптированные К организму Четырех Семидневных Мышат Сосунов Штаммы Вируса Ящура Различных Типов Вирус Ящура Вызвавший Заболевания Животных Относят К тому Типу При Заражении Которым Привитые Сывороткой Мышата Остались Живы Необходимым Условием Достоверной Оценки Реакции Серозащиты Является Обязательная Гибель Контрольных Мышат Которым Введен Вирус Иммунохимические Методы Реакция Непрямой Иммунофлюоресценции РНИФ Эта реакция Позволяет Проводить Дифференциацию Антител Переболевших Животных От Вакцинированных Выявление В реакции Специфического Свечения Свидетельствует О наличии В испытуемой Сыворотке Постинфекционных Антител То есть О переболевании Животного Ящера Иммуноферментный Анализ ИФА Этот метод В 500 раз Чувствительные РСК При исследовании Пров Автозного Эпителия Установлена Высокая Степень Специфичности И чувствительности ИФА Для Идентификации И типирования Вируса Ящера Всех Семисиротипов В эпителиальных Тканях Для Определения Титра Антител В сыворотках Делают Их Разведение В сенсибилизированные Антигеном Планшеты Вносят Образцы Сывороток Испытуемые И контрольные Заведомо Положительные И отрицательные Планшеты Помещают В термостат При температуре 36 градусов На 30-60 минут Не связавшиеся Избыточные Антитела Удаляют Промыванием Затем В каждую Лунку панели Добавляют Коньюгат Антивидовое Антитело Меченное Ферментом В качестве Фермента Антитела Чаще Используют Пероксидазу Хрена Инкубируют В термостате При температуре 37 градусов 30 минут Не связавшийся Избыточный Коньюгат Удаляют Промыванием Для проявления Результата Реакции В лунки Добавляют Субстрат Фермента Вместе С бесцветным Индикатором Хромогеном В качестве Хромогена Наиболее часто Используют Ортофенилен Диамин Дающий Желтое Крашивание При положительной Реакции Инкубируют В термостате При 37 Градусах 10 минут Результат Реакции Учитывают По интенсивности Окраски Либо Визуально Сравнивая С светом Лунок Положительного И отрицательного Контроля Либо С помощью Спектрофотометра При этом Данные Получают В виде Распечаток С конкретными Значениями Оптической Плотности Неиммунологические Методы Полимеразная Цепная Реакция ПЦР В качестве Экспресс Метода Настоящее Время Широко Применяется ПЦР Это Быстрый И чувствительный Метод Обнаружения Вируса Ящура В тканях Путем Энзоматической Амплификации РНК Гена Полимераза Метод Позволяет Значительно Увеличить Малые Концентрации Определенных Фрагментов Нуклеиновой Кислоты ДНК В биологическом Материале Пробе Биопроба Наносится На нитроцеллюлозный Или нейлоновый Фильтр И фиксируется Промывкой Щелочью В ПЦР Сама Тестируемая Молекула ДНК Многократно Умножается Амплифицируется И становится Доступной Для выявления Простыми Методами При этом Микробы Микробы Разрушаются Их ДНК Выходит И денатурируется Разделяется На цепи И прикрепляется К мембране ПЦР ПЦР Проводят В амплификаторе Приборе Обеспечивающем Периодическое Охлаждение И нагревание Пробирок С точностью Не менее Одной десятой Градуса Затем ДНК Зонд Меченый Радиоактивной Или флюоресцирующей Меткой Результаты Исследования В виде графика Выносятся На дисплей Прибора Для исследования Методом ПЦР Кусочки Ткани Массой До грамма Помещают В микроцентрифужные Пробирки Объемом До полутора 1,7 мл С завинчивающимися Или защелкивающимися Крышками Содержащими До 0,2 мл 0,9% Раствора Натрия Хлорида Пробы Помещают В амплификатор Где происходит Накопление Фрагментов ДНК Которое Фиксируется Прибором И данные Вводятся На дисплей Фрагменты 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 Фрагменты